Всем привет! Сегодня у нас будет восстановление сигнализации, попросили меня, какая у нее проблема. Дорожки надо восстановить. Сейчас посмотрим, как это сделать. Половины дорог просто нет, надо восстановить их. Глобоп, петель, смешно. Скорее всего, мелко-петель. Менькую тачку, язвечу. Для начала надо снять все лишние детали. Для начала надо снять 4 желухи. Для начала надо снять все лишние детали. Так, эти две одинаковые, эти две другие. И вот они, блин, и маркера нет. Провод от одной отгорел, от второй отгорел. На обратную сторону вот у нас идут проводки. Их тоже надо как-то завести. А чтобы завести, так как выгорел у нас пятак, их надо контачить с обратной стороны. Сейчас мы это еще дело будем снимать. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, удалили три реле. Как раз у нас проблемное место, вот оно, по идее вот еще, надо большой удалять и микросхема вот эта вот, потому что здесь у нас под микрухой вот два контакта, как видно, но они там есть насквозь, уходит. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. После снятия я обнаружил под реле разорванный контакт. Из-за чего у нас может быть схема просто не работать дальше. Смотрите продолжение в следующей серии. После того как плата высохла надо нам это закрепить. Я использую цепон лак. И вот так вот немножко на это дело все накладываем. Чтоб у нас произошла дополнительная фиксация места восстановления. Одного слоя вполне достаточно. После полного высыхания продолжим дальше. Дорожки я буду делать медным проводом одножильным. В данном случае это 0,4 квадрата. После того как первый провод был прокинут. Нужно промыть плату. И соответственно выровнять по отношению к другим дорожкам его. И залить цепон лаком. Для схемы где дороги у нас идут и выдерживать должны больший ток. Я использую провод уже другого сечения 0,8. То есть мне надо будет таких минимум два проводка. Лучше три. Изменить вот эту часть. И вот здесь вот два. Для восстановления таких участков рекомендую сразу провод по мере того как надо его положить. Сразу изогнуть в правильной форме по отношению к дорожке. Чтоб в случае его нагрева нигде вот здесь вот не произошло короткого замыкания. Также дополнительно я покажу как я проложу это все дело. И заизолирую. Паяю ее кислотой. Так как провод толстый. И надо максимально нам сделать контакт провода с дорожкой. Продевать ось платы я не стал. Потому что здесь в принципе достаточно хорошее сверху есть защитный материал. У нас еще в дорожке есть кусочек. Приклеены хорошо. После того как дорожки у нас вновь восстановлены. Так же можно подправить их. Видите как я их выложил. Здесь они между собой не задевают. Все ровненько. Вот эта дорожка у нас будет потом припаяться на прямой крыле. Когда она вот так вот припаяться. Все будет нормально. Излишки если здесь будут. Я их удалю кусочками. Эти же две дорожки у нас не сильно такие мощные по току. То есть я буду просто покрывать цепан лаком. И вот здесь где она через плату переходит. Здесь положу защитный слой. Вот тут подравняю. Тоже чтобы она не цеплялась на нее. И также защитный слой. С обратной стороны у нас выглядит теперь вот так. Здесь пришлось как бы не заметил что дорожка которая здесь выгорела. Она выгорела с обратной стороны. Произвел дополнительное усиление. Вот здесь вот тоже вот паянная дорожка. Вот она. Ее плохо видно. Но она здесь паянная. Здесь более мощные провода идут. Также после пайки восстановления дорожек. Рекомендую обратить внимание. Чтобы нигде не было короткого замыкания. Устраняем короткое замыкание при пайке. Механическим путем только после того. Перед тем как мы будем мыть плату. Чтобы потом еще раз все это просмотреть. Как говорится 10 раз проверь. Один раз включи. Ну все. Теперь надо отмыть плату. И подготовить плату для дальнейшего. Приступить к вернее дальнейшему монтажу дорожек. И укреплению их. После того как плата у нас отмыта. Надо дать ей высохнуть. После чего произведем монтаж обратно. Микросхема. Которая вот отсюда вот изымалась. Из-за того что тут были повреждены дорожки. Вот именно вот эти вот две дорожки. Которые соединяют там через шину одну. С обратной стороны. У нас прокинуты здесь. Я их там подключил напрямую. Эти вообще не задействованы. То есть можно было по идее не снимать. Но так как мы не знаем как устроена плата. Лучше разбирать все. После чего уже будет окончательный монтаж. И далее будет уже у нас посадка. Вот этих вот дорожек. Правильно. Чтоб если что случись. Ничего не полыхнуло. Более серьезно чем только дорожки. И так вот микросхемку обратно. Впиндюриваем. Главное соблюдать ключ. Запомнить где он. Здесь на белом. Конечно все это видно. То есть там есть окантовка специальная. Главное соблюдо. Главное соблюдание. Главное соблюдание. «Ст carrotsح manongать». Главное соблюдение «Л lydo». Он пищать под 100% беремойные м masking. Главное соблюдание «Нарядного соблюдителя». Микросхема как-то легко села. Добавим, чтобы она прям хорошо на свое место села. Микросхема как-то легко села. Микросхема как-то легко села. Последний этап села. Начинаем с тех мест с верхних. Потом рлюхами это все закроем и снизу. Вот у нас местечко. Вот у нас местечко. Вот у нас местечко. Так. Здесь немножко побольше. И все, теперь это дело у нас должно подсохнуть. И опять ждем. Потом приступим к работе с другой стороны. То есть вот так вот у нас получается. Сюда еще капельку. Цепон лака если что надо закрывать. После того как подсох я продолжим. То же самое в принципе с обратной стороны. Так. Последние штрихи. Вот рлюхи я уже поставил. То есть надо где-то подмазать. Еще раз лаком. На всякие пожарные также. Еще раз дополнительно просматриваем на короткое замыкание. Здесь вот мне не понравилось. Пришлось подложить. То есть и вот здесь вот я наконец-то допаялся. То есть теперь осталось с этой стороны немножко лаком подлить и все. Сейчас главное чтоб Паша устранил косяки в своем машине. Чтоб не было последствий таких же обратно. Лишний такой сложности ремонт. Можешь просто привести печатную плату в негодность. И некачественно пропаянная первый раз. Приводит к тому что в следующий раз уже будет нереально все это дело восстановить. Лака я не жалею. Мне в принципе ничего не жалко. Получится более надежная. И менее вызовет проблему в дальнейшем. Сейчас подсохнет. С обратной стороны. Подмажу. И все. Все дорожки восстановлены. Единственное что после этого лака. Руки ничем почти не отмыть. Спиртом оттирается. Только спирта много надо. Вот такая у нас обратка получилась. Сыроватая. И вот такой вот. Внешний вид. Дальнейший вид. Сыроватая. 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 Восстанавливаю разнос. Восстанавливая пять дорожек. Время затянулось. Потому что надо учитывать. Во-первых. Толщину. Той дорожки. Что выгорело. И. Проводника. Которым мы пытаемся. Эту дорожку восстановить. Также. Мне пришлось засверлить. Все таки. Некоторые дырочки. Насверлить. Что я тоже сделал. Специально для того. Чтобы. Более. Надежно. Прокинуть. Такие вот. Провода. Которые играют. Теперь роль дорожек. Вот. Здесь вот. Самое смешное. Не силовые части. Но. Они тоже. Погорели. Походу. Где-то там. В машине. Есть. Каратыш. У меня была. Проблема. Сигналка. Это. У меня. Там. Зимой. Лопнула. Изоляция. Провода. И. У меня. В итоге. Рылье. Вот. Дорожка. То есть. Восстановив. Все. Прекрасно. Заработало. То есть. Я даже голову не играл. Здесь же. Ни одной дорожкой. Все. Пришлось. Отделаться. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.